В Приднестровье уже зафиксированы первые случаи укусов клещей. Только за последние две недели в Бендерскую горбольницу обратились 10 человек. Были также обращения в травпункты и центр эпидемиологии. Как известно, клещи являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний – боррелиоза и энцефалита. Расскажем, как обезопасить себя от укуса насекомого, учитывая, что впереди майские праздники и многие планируют отдых на природе. Вот он, голодный эксодовый клещ. Когда напивается крови, становится в несколько раз больше. Также бодро он может взобраться по телу человека. Его можно принести с огорода. Ваша собака или кошка, погуляв во дворе в это время года, вернется домой с клещами. Даже невинный букет весенних цветов может оказаться с опасными кровососами. Вот этот клещик был собран совсем недавно, два дня тому назад. Партию собранных клещей мы уже отправили в лабораторию особо опасных инфекций для исследования наличия возбудителей инфекционных заболеваний. Мукус могут быть не только в руки, в ноги, там, где они могут проползать и подмышечные впадины, и до шеи, и даже волосистая часть головы. Именно они – переносчики опасного инфекционного заболевания – боррелиозы или болезни лайма. Это тяжелое заболевание, поражающее все основные системы и органы человека. Также клещи являются переносчиками энцефалита. В Приднестрове он встречается крайне редко, отмечают эпидемиологи. Только за последние две недели в травпункт городской больницы обратилось 10 человек по поводу укуса клещей. И в травпункт педиатрического стационара Бендерского центра матери и ребенка 15 детей обратились. Ну и в наш кабинет инфекционных заболеваний тоже за последние три недели обратилось 11 человек, в том числе 6 детей. И надо отметить, что самое главное – это начать как можно раньше лечения. Иначе это может привести к тяжелым последствиям вплоть до инвалидизации человека. При обнаружении насекомого или эритемы – это особое покраснение – врачи рекомендуют обращаться за медпомощью. Клеща нужно безопасно извлечь. В Бендерах работают два круглосуточных травпункта. Для взрослых в Центральной горбольнице, для детей в Бендерском центре матери и ребенка. Дальше ваш алгоритм действия. Все, у кого вытащили клещей, должны в обязательном порядке обратиться к врачу-инфекционисту. Если при этом есть еще какая-то симптоматика, ну даже без симптоматики, если есть клещ, это то же самое. Это инфекционное отделение городской больницы. Кабинет инфекционных заболеваний Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи. Это поликлиника номер 2, Калинина 62. Клещи чаще всего встречаются в парках, лесах, в саду, там, где много травы, тени, влажность. Поэтому на природе, чтобы отпугнуть клещей, используйте специальные средства. Надевайте такую одежду, под которую паразиту будет нелегко проникнуть. К слову, в последние годы в парках и скверах города проводятся противоклещевые обработки. В этом году они тоже запланированы.